вот напильнички решил сделать поменьше такой как бы мини напильничек придавили сейчас будем из него делать до ассортименту вам делом надо конечно согнуть ручку где-то вот так я мыслю микроша стоит тут уже припылилась у нас чуть-чуть надо ей поработать поехали нажимаем на кнопочку где-то выдержка одна минута вот у нас есть труба оба согнуть вот уже дымочек пошел прогрев пошел хорошая вещь быстро и удобно ей работать уже накал пошел напильник покраснел еще 5-7 секунд и можно гнуть все этот этап завершен первый этап завершён напильник согнут будем вычищать следующий этап будет это вот надо вот эту насечку снять кожу у нас здесь надеюсь что будет видно п-40 но это я по малярским 40 зернистостью вторым этапом сносим все то что нам здесь мешает не лишним повторить что надо глаза защищать поскольку их магазине не купишь вот купил себе очки новые 150 рублей за за 150 рублей не купишь вот на таком сейчас этапе несмотря на то что здесь шкурочка довольно грубенькая а горячо блин чуть-чуть припалился еще раз повторюсь что несмотря на то что здесь как бы и заусенцы небольшие но напильник упертый поэтому все это происходит не быстро ничего успеха все равно добьемся шаг 2 продолжаем значит спилили все тут куча всяких рисок сейчас пока это оставляем и берем проявочный здесь у нас как мы видим п-100 бронетовская шкурка на сетке и сейчас проявим насколько у нас поверхность соответствует это все делается просто здесь основание жесткая подложка и вот таким образом все это делается проявочку сделали резкость наводить вот как мы видим неровность здесь тоже пару рисок у нас есть ненужных нам вот они видны если мы делаем обычный напильник под рихтовку этого в принципе уже достаточно для без покраски я считаю надо вывести качеством получше поэтому сейчас все что дефектовано что не нравится я просто беру убираю надо вышлифовать чтобы поверхность была близкая к идеальной соткой отработал теперь подбираем шкурку следующую по правило 100 я первый шаг еще раз пропущу вот у меня есть после сотки 150 к чуть я еще приглажу почему потому что неровности набивать плоскость все таки лучше еще добить ее но более агрессивной шкуркой теперь 150 к так мы видим тут небольшие еще косички остаются но тем не менее плоскость уже нормально сейчас я еще немножко здесь доточу и потом по правило 100 мы видим все таки небольшие недоработки есть доработать их и потом правило 100 его никто не отменял все это убираем риску убираем и будет следующий этап вот шкурочка 150 как мы видим после ее тут бличок остался нет камера не хочет наводиться по-серьезному но это уже мелочи теперь будем понижать там 240 320 400 500 600 ну и так далее пока не добьемся того чего надо вот вместо это видно ну я не вижу смысла поскольку это уже незначительные блики он сотрется посредством и всяких шкурок и полировок следующий этап то же самое допиливаем плоскость закругляем кромочки грани уже у нас 240 потом 360 ну и так далее так далее снимать не буду следующий этап будет шлифовка вот этой машинкой и полировка продолжаем переходим к следующему этапу вот она шкурочка начинаю с 80 сейчас будем заглаживать мягко плоскость ну вот что у нас получается и теперь идем на понижение риски сейчас это у нас было восьмидесятка и так дальше градации уменьшаем то есть понижаем риску перед полировкой ну что мы получаем после пяти сотки мелкая рисочка в принципе уже все как говорится нормально но после пяти сотки я решил еще немножко полирнуть есть у меня паста фетровой круг и чуть-чуть еще полирнуть ну так для красоты не более потому что на функционал это уже никоим образом такая риска не подействует вот есть фильтровый кружочек и берем полируем нашу заготовочку слегка без фанатизма вот что получается все блестит но если увеличить это все дело кое-где там мельчайшая вот рисочка как мы видим есть но это уже ничего не значит почему потому что на качество работ это уже не влияет я не вижу смысла тут упираться рогом и делать из нее зеркало потому что ей мы все равно будем колотить результатом я доволен теперь осталось сделать ручку пластизоля у меня нет работать я с ним не умею будем делать из того что есть у нас есть термоусадочка и при помощи термоусадки сделаю там два три четыре слоя на ручку положу при помощи фена из того что подошло по размеру получилось по длине три штучки сейчас мы будем имплантировать сюда одна готова третья думаю что будет достаточно вот такая ручка получилось лишнее можно подрезать сейчас остынет я этим займусь вот такой получился напильничек в итоге получился такой наборчик различные ширины длины в данном случае идея этого напильничка была в том чтобы он был поменьше полегче дальше при работе это будет видно что лучше что хуже опять же чем больше инструмента тем лучше когда есть выбор это всегда хорошо ну на этом пока все не знаю может не очень будет хорошо видно поставил тут подкладушка обычная это алюминий берем забиваем находим место забивать если что можно уголочком поработать принципе не важно чем ты работаешь главное контролировать процесс и быть уверенным в себе вот так вот это работает сейчас покажу что получилось одно было вот второе здесь большое было все это забивается работает эта система единственное что надо еще как бы контр опора тоже в данном случае важно вот один из вариантов разная как говорится выпуклости вот такой вот инструмент получился еще раз повторюсь это добавление к вот этим напильником чему потому что работаю вот такими большими иногда и желание чтобы был инструмент полегче и поменьше спасибо за просмотр! Продолжение следует...